Что меня мотивирует, да? Как я, то есть вот как я начал идти к тому, что я такой бодрый, веселый и начинаю делать что-то хорошо. Первое, это поднимаемся в 7 утра. То есть я даже уже, раньше я поднимался в 6.13, ровно в 6.13 я поднимался, потом сделал себе поблажку и начал подниматься в 7 часов утра, да? И сейчас я хочу перейти в режим опять 6.13, потому что я четко для себя понимаю, что когда я просыпался в 6.13, я просыпался, делал больше, да? И чувствовал себя лучше, потому что я мог днем поспать 15 минут. У меня было нормально. То есть я 15 минут спал и у меня там получалось очень хорошо. То есть я в этом формате чувствовал себя хорошо. Я начал вставать в 7, мотивируя то, что я может не всегда получается днем поспать и чувствую себя хуже. То есть я, ну, мое состояние хуже. Поэтому опять я вот с, буквально с понедельника буду подниматься в 6.13, буду 15 минут днем спать. Это очень хорошо, потому что когда вы начинаете с утра вставать, я отчасти не верю в сов, жаворонков. Знаете почему? Потому что я был в армии. И я до армии считал себя крутой собой. А в армии мне пришлось вставать без пятнадцати шесть, как и в семь. И спустя полгода я стал очень крутым жаворонком. То есть вот прям, прям жаворонок. И уже даже спустя, придя там с армии какое-то время, я все равно просыпался там в 6 часов утра, как по будильнику, да? По внутреннему будильнику. И само по себе это самооправдание. Там жаворонки, салат. То есть когда припрет, будете подниматься. Но вставая, это тот кайф, когда вы встаете, вы выходите, допустим, там на прогулку, на куда-то еще, вы идете и еще так вот в город просыпается где-то часам во сне. А вы там в 7.15 уже ничего, никого пока нет. Там только кое-кто идет. Нет такого бурления в городе. Поэтому это крутая штука. И пробовать эту всю историю. Ну вот встали рано. Вот это же не значит, что сразу начинать работать над каналом. Это важно именно то, что раньше вставать. Или все-таки нужно, как только встал, сразу же сесть и делать? Нет, есть некий план. Есть план, ты встал, у тебя есть там, допустим, встал, помылся, да? Там, допустим, позавтракал. То есть у тебя, то есть ты уже к 7 часов, если я вставал там в 6.13, то ты уже по плану к 7 часам боевая готовность. Уже можно чем-то заниматься. Начинаешь там, допустим, открывать и начинаешь делать свой список задач. Пам-пам-пам, пошел по нему, и ты уже, само ощущение, что ты к 9 часам утра сделал там две большие задачи, и ты понимаешь, что многие люди только-только раздуплились. А ты уже сделал эти задачи. Ты уже на голову, а то на две задачи выше, чем твои конкуренты. Это вот такая мотивашка очень серьезная, то есть, да? И уже спустя к 12 часам дня ты уже сделал блок работ, которые многие, только-только начинают раздупляться. То есть они там к 10 приходят, пока чай, кофе, а ты уже блок сделал. Поэтому утро – это вот то такое. И у меня самое продуктивное, то есть у каждого человека есть некое время продуктивности, да? У меня оно, допустим, начинается вот где-то промежуток с 9 до 12, а потом уже в вечернее время, наверное, да? Потому что дневной – это такое больше такие организационные работы, там, допустим, платежи, переводы, там, ответы, приветы, там, пятое-десятое. Вот если говорить про жаворонков и сов, возможно, вы вот сова, именно из-за того, что вам нравятся какие-то условия, да, которые вечером, то есть, например, никто не отвлекает, вы там можете сидеть в тишине. То есть вы задумаетесь, вот вам правда удобнее ночью работать, или, возможно, просто ночью более комфортные условия. И тогда имеет смысл просто такие же условия создать, ну, в любое удобное для вас время, например, с утра до обеда и так далее. Всегда ищите, а почему вам нравится то или иное время больше? Потому что, ну, все-таки вряд ли, да, вот у нас есть такая связь со Вселенной, с движением солнца, что вот кто-то там ночью более продуктивно, кто-то днем. Скорее просто разные условия для работы в разное время суток, и это влияет на вашу работоспособность. Ну, это многие так говорят, там, да, что я вот сова, я там жавра, это отчасти, да, к этим, как его знаки зодиака, да. Я вот очень, такие люди, ты кто? Я там овен, а ты кто? Я дева, ооо, круто, да. Ну, друзья мои, звездное небо меняется над нашими головами, там, в несколько раз в секунду. И если мы, в зависимости от того, где мы находимся физически, на экваторе, либо на полюсе, там совершенно разное, да, а у нас там всем к дате рождения. Ну, такой же, это из класса вот жарованных сова, это гороскопы там, типа, ой, овну это не по силам. Ну, да, я своему отцу говорю, хочешь, если покажу 20 овнов-алкоголиков и 20 успешных овнов, да, то есть у них там что, звезды другие были, да, в этом формате. Поэтому просыпайтесь рано и не дурите себе головой, другими людям.